МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О главных событиях уходящей недели в материалах моих коллег-корреспондентов Янаульского телевидения. Меня зовут Алсу Щепотева. И сегодня мы подводим итоги. Здравствуйте! 25 июля свой профессиональный праздник отмечают работники Следственного комитета и следственных подразделений Министерства внутренних дел и Федеральной службы безопасности. Праздник достаточно молодой. В этом году он отмечается только в седьмой раз. Хотя первый государственный орган следствия в нашей стране появился еще в 1713 году. Однако спустя три века суть работы следователей не изменилась. Пустая бутылка, брошенные окуроки или волосы, найденные на месте происшествия, могут рассказать куда больше, чем мы себе представляем. О непростых буднях следователей расскажет наш корреспондент Гульнара Сиддикова. В следственном отделении отдела МВД по Янаульскому району работают семь человек. Коллектив молодой. Несмотря на это, за плечами у каждого из сотрудников множество раскрытых дел. Работа следователя требует разносторонних теоретических знаний и практических навыков, управленческих способностей, честности и порядочности. Ренат Шакуров в 2017 году окончил Уфимский юридический институт МВД России, после чего вернулся в родной город. Как признается, о работе в полиции мечтал с детства. И рад, что смог воплотить в жизнь свое самое большое желание. Люди, может, даже не понимают нас порой, потому что мы вот якобы приехали на место происшествия, начинаем всех опрашивать, допрашивать, следственные действия проводить. Но это, ну, необходимо, потому что надо сразу, так сказать, пограничные следа надо отработать сразу, чтобы и, так сказать, базу наработать сразу и человека задержать. Вот. Ну, сложности бывает то, что порой и поздно домой возвращаемся, заявления не поступают, как и в дневное время, так и в ночное время. И, соответственно, мы сразу выезжаем в составе оперативной, следственной оперативной группы, куда входит следователь, оперуполномоченный, участковый, кинолог с собакой, ну и, соответственно, эксперт. Нашей задачей является своевременно прибыть на место происшествия, заофиксировать все следы, изъять данные следы без каких-либо повреждений, чтобы в дальнейшем мы смогли использовать взятые следы, как вещественные доказательства, как доказательства по уголовному делу. В ходе раскрытия преступлений следователи общаются с виновными и потерпевшими, выезжают на место преступления, проводят экспертизу различных предметов, например, исследуют одежду, обувь, зубы, оружие, посуду. Все это в совокупности становится доказательной базой для возбуждения уголовного дела. В первом полугодии этого года в производстве следователей находилось 97 уголовных дел, из них 42 уголовных дела окончены и направлены в суд. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось число приостановленных уголовных дел, снизилось количество возвратов на дополнительное расследование. Ребилитационных лиц и оправданных предговоров не допущено. Данные положительные результаты достигнуты нашим следователям благодаря их грамотностью, профессионализму, ответственности и трудолюбию. Перед следователем поставлены серьезные задачи по защите прав граждан, оперативному и качественному раскрытию преступления. В решении вопросов, касающихся судеб людей, им удается зачитать требовательность, внимательность, беспристрастность и гуманизм. Находясь на страже закона, они свято хранят верность и присяги долгу перед Отечеством. Работа следователей не прекращается и в выходные дни. Новые дела ждут своего раскрытия. К сожалению, способов обмануть доверчивых людей или нанести вред их здоровью и имуществу становится больше. А значит, и количество дел у следователей только растет. Но они не привыкли пасовать перед трудностями и всеми возможными способами стараются раскрыть запутанное дело. Гульнара Сиддикова, Нил Сафин, Служба новостей Янаульского телевидения. На этой неделе в Янауле состоялось значимое событие – открытие знака «нулевой километр». В городах России нулевые километры находились обычно у здания главного почтамта. Поэтому выбор местоположения нулевого километра пал на улицу Ленина. В этом районе когда-то и располагался первый Янаульский почтамт. Об этой знаковой точке нашего города знали немногие, в их числе члены Русского географического общества. Именно по их инициативе в городе 23 июля появилась еще одна достопримечательность. Торжественное открытие знака «нулевой километр» состоялось сегодня, несмотря на все капризы природы. Одной из первых собравшихся поприветствовал заместитель главы администрации района по социальным вопросам Гаухар Миндиярова. Мы являемся свидетелями такого большого, красивого события. Этот знак существует в больших, крупных городах, как Москва, Уфа, Тюмень, Сочи. И очень отрадно, что этот список будет пополняться, и в этой отметке будет город Янаул. С приветственным словом к гостям праздника обратился руководитель местного отделения Русского географического общества Фарид Харисов. Это стыло мы сделали в Уфе. Это ООО «Пластик». Стоимость 87 тысяч, весит 80 килограмм, высота 1,40 метра, диаметр 1,20 метра. Он поблагодарил всех руководителей предприятий и организаций, кто принял участие в реализации этого проекта. В этот день им вручили благодарственные письма от имени местного отделения Русского географического общества. И вот настал самый важный момент – открытие самого знака в центре символического компаса расположилась традиционная роза ветров с указанием сторон света. Сегодня очень торжественное мероприятие, знаковое событие для нашего Янаула, Яновского района. Эта идея мне пришла, когда мы открывали северную крайнюю точку. Во всех крупных городах есть нулевый километр метр. Давайте сделаем в нашем Янауле тоже такой же нулевый километр. С этой идеи я зашел в администрацию Шатакзамовича. И Шатакзамович сразу принял мою инициативу. Давайте установим этот знак. Поэтому после этого уже начал я заниматься. Искал спонсоров, иски сделали. Обращался в Уфимский ООО «Пластик» Тимур Аритовичу. Он тоже принял мой вызов. Давайте сделаем, попробуем. И с этого уже началось. Поэтому я хочу сказать, что в большую помощь оказались спонсоры. Наши янауцкие парни, которые работают в руководителе предприятия, организации, учреждения. Им очень благодарны. Дальше вопрос у нас в благоустройстве территории, конечно. Об этом мы говорили уже ребятами. Весной полностью мы благоустроим территорию нашего нулевого километра. Я хочу сказать, что вот этот нулевый километр должен быть для янаусов место отдыха. Вот есть народные приметы, которые говорят, что если молодожена делает первые шаги с нулевого километра, у них будет счастье, благополучие, семейная дружба будет постоянно. И есть тоже традиции. Многие предприниматели начинают свою работу, свои дела открывают, начиная с нулевого километра. И я хочу, чтобы все спортивные мероприятия, которые проходят, чтобы они пришли, начали с нулевого километра. Нулевый километр человеку дает энергию, силу, возраст, удачи дает, успехов дает. Очередной инвест-час прошел в администрации района 23 июля. Глава администрации района, его заместители, представители различных ведомств и инвесторы обсудили проекты, значимые для нашего района. Идея семьи Рашитовых сельскохозяйственной направленности. Проект включает в себя как занятие животноводством, так и развитие агротуризма. В него они планируют инвестировать более 100 миллионов рублей. Первый этап включает в себя строительство животноводческой фермы. Построить ее Фердаус Рашитов планируют недалеко от села Кумово. С этим вопросом он и обратился к специалистам администрации. Совместно они обсудили возможные варианты аренды земельных участков, а также актуальность развития экотуризма в нашем районе. Идея она очень на сегодняшний день актуальна и перспективна. Поэтому насчет животноводства и насчет молочной продукции изготовления мы именно акцент делаем на натуральные продукты. Чтобы было все натуральное. Да, не большими объемами, но только должно быть, чтобы только натуральное. Естественно, в дальнейшем там же, в этом же агрокомплексе в нашем, который будет называться агрокомплекс Кумовский, то есть в честь нашей деревни, там же также хотим развития экотуризма. Экотуризм производит отдельные домики, чтобы народ мог приезжать отдыхать и смотреть, как все это осуществляется. То есть в дальнейшем тоже изготовление сыров, своя хлебопекарня. В бизнесе мы с 97-го года работаем, можно сказать, во всех окраинах Российской Федерации. То есть начиная от Ямала-Ненецкого автономного округа, Краснодарский край, Карачаево-Черкесская республика. Успешно работает наше предприятие, как на севере, представление охранных услуг в сфере охранных услуг. Естественно, Краснодарский край – это туризм. И Карачаево-Черкесская республика, горнолыжный курорт, Архыс, там тоже в основном на туризм. Ну вот сейчас хотели увидеть себя, почувствовать себя в сфере фермерства, семейного фермерства. У нас семейный подряд, у нас в основном работаем в семейном подряде. Проект сейчас будем проходить, процедура подготовки документов. Сейчас обсудили с главой района. Будем… Первый этап – это заключение договоров земельных участков. Ну, я думаю, наверное, со следующего года начнем строительство фермерского хозяйства. И проект, я думаю, если все будет хорошо, осуществим в течение трех-четырех лет. Следующие участники «Инвестчаса» – предприниматели Айрат Шафиков и Андрей Яковлев. Каждый из них обратился со своим проектом. Проект Айрата Шафикова включает строительство двухэтажного здания торгового центра площадью 5000 квадратных метров. Планируемые объемы инвестирования – более 100 миллионов рублей. Участники встречи обсудили возможность получения дополнительного земельного участка для размещения автостоянки и вопросы благоустройства близлежащей территории. Индивидуальный предприниматель Андрей Яковлев к рассмотрению предложил два проекта. Первый включает строительство в Янауле двух точек быстрого питания известного бренда. Для этого необходимо вложить 4,5 миллиона рублей и создать 11 рабочих мест. Участники встречи обсудили возможные места их расположения. Второй проект подразумевает строительство помещения площадью около 500 квадратных метров под размещение продовольственного магазина. Открытыми лишь оставались вопросы размещения магазина и согласования коммуникации. Со стороны специалистов администрации обратившимся были даны разъяснения по возможности ведения предпринимательской деятельности и дальнейших необходимых шагах. Те проекты, которые были рассмотрены, то, что касается рыночной площади, это долгожданный проект. Мы очень долго ждем, когда появится инвестор и обустроит эту территорию. А те направления, которые были предложены другими предпринимателями, они интересны и востребованы. То есть, например, тот экотуризм, который предлагает последний предприниматель, это новое для нашего района направление. Но, как показывает практика, это направление очень востребовано. И вот именно ситуация, которая была создана в период коронавируса, говорит о том, что люди нуждаются в организованном отдыхе. В продолжении встречи были озвучены этапы реализации инвест-проектов, рассмотренных на предыдущих предпринимательских часах. Как уверяют сами соискатели, предложенные проекты позволят создать в городе и районе новые рабочие места и сделают район более привлекательным как для жителей, так и для его гостей. Начать реализацию бизнес-проектов они планируют уже в этом году. Гуляра Ситтикова, Нил Сафин, Служба новостей, Янаульского телевидения. Форум «Безопасность на воде-2020» под председательством заместителя премьер-министра Ирика Сагитова состоялся в правительстве Республики Башкортостан 22 июля. Он прошел в онлайн-режиме. Его участниками стали профильные ведомства и главы муниципалитетов Республики. Как сообщил Ирик Сагитов, в этом году очень напряженный купальный сезон. С начала 2020 года на водоемах Республики, по данным Государственной инспекции по маломерным судам, погибло 66 человек, из них 11 детей. Основными причинами гибели людей на водоемах являются купание в необорудованных местах, нахождение в состоянии алкогольного опьянения, переоценка своих физических возможностей, пренебрежение правилами безопасного поведения на воде, оставление детей без присмотра со стороны взрослых. Тем не менее, на территории девяти районов нет ни одного запланированного пляжа. Начальник Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны чрезвычайным ситуациям и ликвидацией последствий стихийных бедствий по Республике Башкортостан Марат Латыпов отметил, что ежедневно в Республике на водных объектах погибают в среднем по 7-8 человек. Большинство утонувших, 70% – это жители сельской местности. Поэтому именно на уровне сельских поселений необходимо проводить адресную работу с этой группой граждан. Большой вклад в профилактику несчастных случаев на воде вносят волонтеры. Только за прошедшую неделю 3,5 тысячи активистов помогали муниципалитетам в предотвращении трагедий на воде. В заключении форума Ирик Сагитов обратился к главам районов с просьбой проанализировать вопросы, требующие доработки в данном направлении. Общее количество подтвержденных пациентов с коронавирусом с начала пандемии в Башкортостане превысило 6500 человек. За минувшие сутки выявлено 37 новых случаев заражения. Мы продолжаем следить за ситуацией с COVID-19 в нашем районе. Подробнее о ней нам расскажет врач-эпидемиолог Гульчачак Нурулина. По состоянию на 22 июля в Янаульском районе зарегистрировано 135 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Из них находится на госпитализации 6 пациентов со средней степенью тяжести заболевания в инфекционном отделении Янаульской ЦРБ. Один пациент переведен в госпиталь города Нефтекамска. Два пациента переведены в республиканские учреждения с данным диагнозом. 19 пациентов находятся на амбулаторном лечении на дому с легким течением COVID. Выписаны с выздоровлением 100 пациентов. Итого, на данный момент в районе 28 пациентов получают медицинскую помощь с диагнозом COVID. На карантине на 14 дней находятся 103 контактных лиц. За весь период в районе зарегистрировано 20 семейных очагов, где заболели коронавирусной инфекцией 52 Янаульца. В понедельник в администрации района прошло очередное заседание Оперштаба района, где обсуждались вопросы о ходе проведения противоэпидемических мероприятий, проводимых касаемо выявления нескольких случаев COVID среди сотрудников Пикадни в одном из населенных пунктов района. Под медицинским наблюдением на 14 дней по данному очагу наблюдают 78 контактных лиц. Всем им проведены забор мазков и оказывается медицинская помощь. За период с 16 по 22 июля в районе выявлены 14 новых случаев коронавирусной инфекции. Поэтому медики еще раз хотят обратиться к населению с просьбой продолжить соблюдать меры защиты от заражения коронавирусной инфекцией. Носите маски в общественных местах и закрытых помещениях, сохраняйте социальную дистанцию, чаще мойте руки с мылом. В контактном, где в семьях выявлены случаи COVID, рекомендуем настоятельно соблюдать самоизоляцию сроком на 14 дней. Будьте здоровы! 13 июля в Башкирии стартовал месячник по профилактике правонарушений в процессе эксплуатации самоходных машин и прицепов к ним. Операция «Трактор» проводится ежегодно и преследует главную цель – обеспечение безопасности жизни и здоровья людей при использовании этого вида техники. Очередной рейд инспекторов Гостехнадзора в нашем районе прошел 21 июля. Особое внимание при проведении операции уделяется исправности машин, а также соблюдению порядка допуска лиц к их управлению и наличию всех необходимых документов. В том числе пройден ли технический осмотр. Операция «Трактор» продлится до 14 августа. В течение месяца инспекторы будут проверять состояние самоходных машин, наличие неисправности, а также в обязательном порядке регистрацию трактора в базе Гостехнадзора. В случае выявления с нарушением по правилам государственной регистрации, по технической неисправности, по отсутствию удостоверения, а также по экологии, будут привлекаться к административной ответственности. Инспекция может применять статьи по государственной регистрации, по наличию нарушения правил страхования автогражданской ответственности, по выбросу загрязняющих веществ, отработанных газов с двигателя, тракторов, а также по нарушению правил безопасной эксплуатации. Прошла ровно неделя, как началась операция. На сегодняшний день, с учетом понедельника, привлечены к административной ответственности 7 граждан, в том числе трактористы-машинисты, и 2 должностых лица, это запуск. На допуск эксплуатации неисправного трактора и автогрейдера. Во время операции трактора будут организованы рейды совместные с ГИБДД района, с представителями инспекции по охране леса, а также с представителями Министерства экологии и природопользования республики. Я думаю, только совместные работы могут принести в результате. Потому что что-то в лес, допустим, мы не можем без них заехать, тоже не знаем, где работают тракторы. А так с представителями лесхоза спокойно мы можем заехать в лес. Представители Министерства экологии можем на карьеры попасть. Может, есть карьеры, которые мы можем не знать, они знают. Поэтому, я думаю, совместную работу пока принесет плоды. Самый сладкий день в году отпраздновали 20 июля во всех уголках мира. Международный день торта в календаре праздничных дат появился 9 лет назад. В этот день принято ходить к друг другу в гости, делиться хорошим настроением и, конечно, угощать и угощаться тортом. Для Евелины Исенбаевой торты не просто лакомство, а кропотливый труд и любимое хобби. Их изготовлением она занялась чуть больше трех лет назад, когда впервые на просторах интернета увидела не просто торт, а мечту. Решила, и я так смогу. Правда, как оказалось, одного желания мало. В кулинарии, как и в любом другом деле, есть свои тонкости и хитрости. Лишние граммы сахара, слишком высокая температура кипения могут свести на нет все старания хозяйки. Поэтому приходится, как в аптеке, все взвешивать в граммах. И это лишь вершина айсберга. Каждый кондитер хранит свои секреты удачной выпечки. Евелина не исключение. Свои тайны она не выдает, а вот своих близких частенько радует настоящими сладкими шедеврами. Вначале, конечно, ничего не получалось. Много чего пришлось выкинуть в урна. Много пришлось самим съедать все, что не готовилось. А потом, в конце концов, методом проб и ошибок начало все получаться. Всему я учусь в интернете, благодаря интернету. Все ночами сидела в ночале, смотрела видеозаписи, курсы смотрела, читала. Абсолютно была, сидела только в интернете, можно сказать, первые полгода. А потом уже до всего начала сама. Торт. Всего четыре буквы. Но фантазия уже рисует сладкие розы и тающий во рту нежный сливочный вкус крема. Интересно, а балуют ли себя тортами и тортиками наши горожане? Вчера кушал маму на рождении. Любишь? Да. Вкусные? Да. Особо не люблю, потому что в них полезного немного. Но по праздникам можем позволить себе. Люблю, уважаю, особенно дети. Ну, нам раньше вот репатрицовец хорошее делал торты. Люблю, да мы вовремя любила, да сейчас нет уже все. Я все люблю сметану и песочный. Люблю, но часто я их не ем. Почему? Ну, потому что как бы родители часто не покупают. Я очень-очень люблю торт, но я его не ем. Почему? Ну, я предпочитаю правильное питание, здоровое, вкусное, правильное питание. Как уверяют историки, первые торты появились приблизительно 2000 лет назад. Но даже спустя столетия спрос на них не падает. Меняется только мода на украшение. Если раньше найти и купить торт было проблематично, то сегодня магазины предлагают их на любой вкус и кошелек. Но каким бы вкусным и манящим ни казался этот десерт на прилавке, главное в этом деле не потерять чувство меры. Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан объявило о старте десятой по счету республиканской благотворительной акции «Помоги собраться в школу». Традиционная акция «Добра» будет проходить с 1 июля по 31 августа. Она дает возможность объединить усилия для общего доброго дела. Так, в прошлом году помощь получили 7 816 детей из малообеспеченных, многодетных, неполных семей и семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья на сумму порядка 10 миллионов рублей. Присоединиться к акции может каждый. С 1 июля Инаульский район присоединился к 10-й ежегодной республиканской благотворительной акции «Помоги собраться в школу». Суть данной акции заключается в сборе гуманитарной помощи в форме канцелярских товаров, тетрадей, красок, альбомов в новой форме, в новом виде, портфелей, школьной формы, учебников и так далее в хорошем состоянии, либо тоже в новом виде. Пункт приема данной гуманитарной помощи – это служба семьи в Инаульском районе по адресу Советская, 21, кабинет 115. К сожалению, активность пока у нас не очень высокая. На сегодняшний день гуманитарной помощи оказало всего лишь одно физическое лицо. Просим инаульцев проявить активность, потому что данная гуманитарная помощь будет направлена на обеспечение канцелярскими товарами детей из семей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Также хотелось бы напомнить, что у нас продолжается до конца июля еще одна благотворительная акция – это семейный бумеранг доброты. В рамках данной акции мы также осуществляем сбор детских товаров – это кроватки, коляски, прыгунки, ходунки и так далее, любые детские товары, которые подлежат термической обработке. Все это нужно для того, чтобы обеспечить многодетных семей, также неполные семьи, в которых есть маленькие дети, которые испытывают нуждаемость в данных детских товарах. Год назад общество с ограниченной ответственностью тепловодоснабжения открыло новое направление своей деятельности, запустив цех по производству бутилированной воды «Янаульская Ключевая». За это время чистая и вкусная вода полюбилась многим янаульцам. 21 июля был сделан очередной шаг навстречу потребителям. В центре города появился автоматизированный киоск по продаже питьевой очищенной воды. Бело-голубой киоск издалека привлекает внимание, и жители близлежащих домов уже успели снять пробу и стать первыми покупателями. Принцип работы системы по продаже питьевой воды прост и доступен даже ребенку. К тому же на передней панели киоска есть шпаргалка. Вода на протяжении всего времени сохраняет изначальную температуру и проходит несколько степеней очистки. Управление автоматизированным киоском происходит из офиса компании тепловодоснабжения. Данный киоск полностью автономен и работает при любых погодных условиях. Вода, поступающая в данный киоск, проходит пять ступеней очистки, в том числе и ультрафильтрационную обработку перед розливом. Мы надеемся, что наши жители города Янаула примут это новшество, так как действительно этот киоск впервые установлен в нашем городе. Покупатель, однажды изучив инструкцию, достаточно просто разберется, как он работает. На продаже осуществляется от объемов от литра и до 20 литров. Данный киоск принимает монеты и также обслуживается с помощью банковских карт. Все параметры работы контролируются непосредственно из личного кабинета. То есть мы можем, находясь в кабинете, видеть, какое количество воды было реализовано, какие объемы больше пользуются спросом. Ну и в общем, в целом, сколько было продано за определенный промежуток времени. То есть это за неделю, месяц и год. Работа киоска круглосуточно, 24 часа и 7 дней в неделю, без выходных. Киоск установлен по адресу улицы Ленина, во дворе дома, 26. Это все главные новости этой недели. Берегите себя и своих близких. Убедительная просьба по-прежнему соблюдать масочный режим в общественных местах и социальную дистанцию. Наше здоровье в наших руках. Я прощаюсь с вами. Встретимся на следующей неделе. 26 июля в Винауле ожидается облачно с прояснениями. Дождь. Ветер северо-западный, 26 метров в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметров в тупом столбах. Температура воздуха ночью плюс 15, плюс 13. Днем плюс 15, плюс 20. По данным МЧС в республике ожидается пасмурная погода, дождь. Ветер северо-западный, 26 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 16, плюс 13. Днем плюс 17, плюс 20. Янаульскому телевидению требуется корреспондент. Умение грамотно излагать свои мысли, иметь внятную речь и телегиничную внешность – основные требования к претенденту. Телефон доверить для подростков, звонок бесплатный и анонимный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова